Вот такие у нас на данный момент утренние рассветы, солнце уже встало повыше, парусник пришел ночью, такой вот, где-то котор. Все классно, все спят, время девятый час, все еще дырыхнут до выходного, чашечка чая крепкого, и все, сейчас будем собираться потихоньку и выходить. Так, еще немножко проводим ТО на лакуре, так, тут не видно, наверное, будет, короче, переключение, хода вперед, хода назад, тут это аж возле мачты, вот он, трос идет, под паелами, под мачтой, доступ такой неудобный, и вот он, этот рычаг у нас, вот он был тут залипший, сейчас, секунду, попробую включить. Попробую включить вспышку, вот, включил вспышку, тут надо все вымывать, перемывать еще, отсюда только долезли, потому что освободили рундуки, как видите, вот, полностью их освободили, вывезли. Вот, и с этим сейчас механизмом разбираемся вплотную, вот, а вот, что нам было нужно, вот оно, переключение идет, все его разработали, все классно. Ну, тут система, в принципе, такая долговечная, все сейчас смажем, обмажем, промажем, и все будет классно. Вот, здесь тоже все вымывать в этом рундуке, под паелом, это не рундук, под паелом, вот, вымоем, вычистим, все будет классно. Все на ходу, на ходу, красавица наша, потом уже покажу вам ее, когда будет полное завершение, и полное, с полной уверенностью я смогу сказать, что все, с нею я закончил, с ее, так сказать, восстановлением. А вечера проходит по большей части одинаково, готовлю ужин, макарошки, паста какая-то с мясом, с овощами, все это тушится, вот. Вечер уже на дворе, поэтому сейчас приготовим ужин, сходим в душ, и спать по большей части, да. Вечера мои проходят таким образом. Также по старой привычке иногда совершаем выходы. Сегодня у нас корпоративный выход. Александр. Добрый день. Александр у нас на вахте. Поставили две удочки. Одну на карася, одну на тунца. Так что поймаем сегодня мы и карасей, и тунцов. Ну, может быть, зацепится акулка. Адриатическая. Бока-Каторская акулка. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на этот канал. Субтитры сделал DimaTorzok Песня в конверте Не везет мне в смерти, повезет в любви Ваше благородие, госпожа чужбина Жарко обнимала ты, да только не любила В ласковые сети постой, не лови Не везет мне в смерти, повезет в любви В ласковые сети постой, не лови Не везет мне в смерти, повезет в любви Ваше благородие, госпожа удача Для кого ты добрая, а кому иначе Девять граммов сердце постой, не зови Не везет мне в смерти, повезет в любви Девять граммов сердце постой, не зови Не везет мне в смерти, повезет в любви Ваше благородие, госпожа победа Значит, моя песенка до конца не спета Перестаньте черти, клясться на крови Не везет мне в смерти, повезет в любви Перестаньте черти, клясться на крови Не везет мне в смерти, повезет в любви Немножко дали ветер, на ветру снимать неудобно Потому как не слышно Ну вот, заходим в Херцог-Нове Вон их не о крепости Сейчас преувеличу, я увидел В общем, гуляем и наслаждаемся Так, немножечко продолжаем и заниматься Здесь лакурой Вот Сейчас сделаем вот такое крепление Это у нас для вот этого троса Старый трос для оглушения двигателя Уже пришел в негодность от старости Поэтому прокинули новые Размеры в магазинах присутствуют только Четырехметровые и восьмиметровые Ну вот тут взяли восьмиметровые Полтора метра у нас где-то в кольцо выйдет Мы его соберем Закрепим аккуратно Вот И будет это все работать И вот само вот это вот Приспособа Чтобы глушить двигатель Двигатель завел После обслуживания Работает идеально Скоростя переключаются идеально Там также надо будет На тросике скорости Немножко сделать переходник Увеличить, чтобы Все переключалось Хорошо и достойно Ну, продолжаем, так скажем Все ее Доделывать Приводить уже в полную Боевую готовность На ней-то уже можно ходить Она на ходу Все Просто вот эти вот мелочи Надо сделать сразу Сейчас Вот эту досверлю Вот так сделаем крепление И вот тут пойдет уже трос У нас Вот такие вот дела Была молния И попала нам Мачту молния Перестал гореть ток Там пару USB-шных порталов сгорело Внутри магнитофон перегорел А так На заводнении у нее Латуневые пластины стоят На лакуре Поэтому Выдержала на удар Вон Александр и Егор Готовятся Сейчас Будем Закидывать Игора наверх Прогулка продолжается В саливе вот такие лайнеры У нас попадаются Здоровые Плавающие города Сейчас будем проходить Тоже заснимаем Это мы уже возле Котора Сегодня бросим там якорь Заночуем Пожарим шашлыки Поиграем на гитаре Попоем песенки Если получится Засниму Большая фиговина на самом деле Прямо громадная Так вот в реальных размерах Смотришь Вон люди нам машут ручками Мы им тоже помашем Латвей Игорь Вот как и обещал, показываю мангал. Мангал вообще обалденный, с USB, вентилятором, все дела. Короче, кладется уголь в такую, как корзинку. Снизу там наливается, либо крошится рожек. Все это дело поджигается, ставится корзинка с углем, накрывается сетка. И вот так вот все получается. Дыма практически нету. Нагревается вообще моментально. Вот у нас маринованное мяско. И мы в Котаре. И все. Вот такой у нас выходной корпоративчик. Чуть увеличиваем, уменьшаем. Вот огонь это не есть хорошо. Вентилятор уменьшаем. Все, сейчас разгорятся угли и будет супер. Огонь нельзя, чтобы, ну, нежелательно, чтобы сетка не погорела там с углем. Сейчас растопим угли и будем накладывать. Ну вот, пошел процесс. Накладываем мясо. И будем потихонечку это все делать. Зажаривать. Соседи уже обтекают слюной. Все это на это и рассчитано. Вот так же. Вентилятор погромче, чтобы запаха побольше. Все. Все как мы любим. USB подзаряжается. Ну вот и выдвинулись потихонечку в обратный путь. Проходим в Котар. Все, погнали. Туристы на катерах. Волну нам тут поднимают только. Спали бы себе и спали. Экипаж тоже весь просыпается. Все делают фотки. Кто моет посуду после вчерашнего. В общем, день наш начался. ПОДПИШИСЬ. 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 Играет музыка Вот и дельфины появились Сейчас увеличу Поймаем Вон Клещется Красавчик Давненькое видео Вон Крепота Красавчик 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Занялись компанией, мебелью... Уберем все вот эти вот грибковые потеки... Их замазывали... Не мы, а до нас... Морилкой чем-то так их скрадывали... Ну вот их видно... Облупление пошло... Здесь вот эти пятна все видно... Это мы все вычистим... Поэтому борту тоже все вычистим... Столик и вот эта вот вставка... Будем ее осветлять... Она у нас будет вот как стол... Чуть-чуть желтизны придадим... И вот эту часть... Иллюминатор... Тоже сделаем осветленную... Это зрительно увеличит объем... Вот еще кое-какие изменения будут... Под паелами, как вы видите... Все вычищено... Выкрашено... Все... Все сделали достойно... Все четко сделали... Вот... Еще предстоит тут... По внутрям... Немало работы... Но тем не менее... Она идет... Ребята там... Прокидывают швы... Все... Лодку завели... Переключение скоростей идеальное... Вперед-назад... Все идет... Все четко... Крутит-вертит... Движок шепчет... Поэтому... Готовим ее... Уже полностью... К идеальному состоянию... Потом... Сделаем обзор... Большой обзор... С какими-то... Выкладками... Ремонта... Как все это делалось... Еще... Как это в Турции начиналось... И полностью обзор... Презентация... Именно по лакуре... Сделаем... Все... Как сделано... От и до... Ну и все... А так... Продолжение следует... Вам кое-что показать... В процессе зачистки... Обнаружилась... Вот такая красота... То есть... Дерево... Само... Оно изумительное... Цвет у него... Просто потрясный... Это немножко темнее... А здесь вообще... Просто идеально... Его немножко... Прогрунтовать... и матовым бесцветным лаком прям и просто будет какое-то безумие она станет вот именно как бумага примерно желтее немножко и вся вот это вот полоса под иллюминаторами вот так полностью осветлится стол тоже светлых тонах тот стол скорее всего тоже зачищу он наверное будет вот такого тона здесь эта вставка темная идеальное сочетание вот посмотрим еще какие решения то дизайнерские по цветам у нас пойдут но я уже вижу что будет все просто шикарно прям изумительно удивляет лакура всегда имеет такую специфику приятно удивлять просто реально это это не шпон это не фанера это массив это массив тика она вся сделала из массива то есть тут нет абсолютно не фанеры не шпоны чисто дерево массив настолько приятно работать с такими лодками вы просто не представляете какой это кайф эти черные потеки грибок надо будет аккуратненько вытроить чтобы не пережить что же дерево чтобы прям четко четко по ним и сильно дерево не выжигать иначе будет потом разница большая придется раскидывать пистолетом покрасочным лак там чуть притемнять чуть-чуть раскидывать желтеть этого бы не хотелось хотелось бы валиком аккуратно закатать лак вот матовый бесцветных и все предварительно вот это все вытроем и попутно ремонтируем еще всякие штучки это вот водяная помпа с датчиком давления немножко она что-то нагревается здесь контакт который от нагрева отключается мы соединили его напрямую что-то с ней все равно не то уже от старости сейчас ее залили жидкостью чтоб она чуть-чуть подокисла подшипник там который вот идет на саму уже эти носа мне клапана тоже опыт подмазал этот еще живой подшипник довольно таки прям хорошие а тут видно уже немножко что-то с ним не то потому что ход неровно вот мы посмотрим сделаем отремонтируем конечно же очень много всяких таких мелочей попадаются тоже делаем тоже все воскрешаем смотри какой погода и это как назвать это женский лета нет это как девчонки скелет бабский лета нет баба билета